Георгий Бурков После увлечения искусством после окончания школы в 1952 году Бурков поступил на юридический факультет Пермского университета. Правда, проучился здесь всего два года. Все внимание Георгия переключилось на театр, где в вечерней студии он занимался свободно от учебы время. В 1954 году Бурков окончательно бросил обучение на юридическом факультете и начал работать актером. Сначала в Березняковском театре, затем в Пермском областном, а позднее в Кемеровском. Возможно, Бурков так бы и остался обычным провинциальным актером, если бы в 1964 году по совету критиков не показался режиссеру Львову Анохину, разъезжавшему с гастролями по стране с труппой Московского драматического театра имени Станиславского. Первое впечатление Бурков производил неважное. Заботливая мама, стараясь отец артиста понаряднее, шила ему пиджак из пледа в крупную фиолетовую клетку и смастерила штаны из морской робы. Образ дополняли красный свитер и щедро намазанные бриллиантином волосы. Тем не менее, у Харова проникла симпатия к целеустремленному провинциалу, который сумел попасть в труппу столичного театра. Георгий Иванович обожал мать, но и с возлюбленной разойтись не мог, так как обе семьи отвергли пару. С детьми у молодоженов было туго. Татьяна отмечала, что жили они бедно, но весело. Хотя трагические моменты все же случались. Так у Харова перенесла два выкидыша перед тем, как подарила мужу долгожданную дочку Машу. Зрители полагали, что в ленте «Ирония судьбы» или с легким паром актер снимался пьяным, в то время как в его стакане было не пиво, а горячий чай. Он был замечательным муж и отец, со всех съемок всегда стремился домой, даже есть. Мог только дома, рестораны и кафе терпеть не мог. Да, любил выпить, и я часто на него за это сердилась, но сейчас все-таки мои переживания кажутся смешными, подчеркивала актриса. Почему же в сознании людей закрепился образ артиста-алкоголика? Виной тому и достоверно изображенные Бурковым на экране пьющие персонажи и его шутки про зависимость. Актер умел посмеяться над собой, чтобы развеселить других. Жена предупреждала, что окружающие начнут пересказывать его байки, да еще и нафантазируют лишнего, но это не пугало Георгия Ивановича. У зрителей, которые приходили на его концерты, за два часа происходил полный переворот в сознании. Они рассчитывали посмотреть новопевоху, которого знали по фильмам, а видели философа. К тем, кто хотел послушать актерские байки, анекдоты, наверное, бывали разочарованы. У остальных же просто открывались глаза. Они были ошеломлены его интеллигентностью и энциклопедическими знаниями, делилась у Харова. Многие подозревали, что Василия Шукшина отравили. Впоследствии причины смерти назвали инфаркт миокарда, с чем согласился Бурков. Он знал, как товарищ нервничал из-за кинопроектов. Потеряв друга, Бурков буквально растворился в его творчестве, давал интервью о Шукшине, намеревался создать культурный центр имени товарища. Осуществить идею Георгий Иванович не успел из-за несчастного случая. В тот жаркий июльский день 1990 года у Харова уехала на дачу, и Бурков остался дома один. Он решил почитать, а чтобы достать с верхней полки шкафа нужную книгу, поднялся на журнальный столик на колесиках. В итоге мужчина упал с неустойчивой конструкции, ударился бедром, а старинный медный набалдажник в виде льва, заработав осколочный перелом. История оказалась пропитанной мистикой. Весь день Татьяна Сергеевна думала вернуться домой. Во-первых, сам Бурков просил ее остаться, во-вторых, электричку задержали на целых четыре часа. Вечером на дачу приехал муж Марии Бурковой и сообщил, что тестью позвонил Рязанов с предложением сняться в небесах обетованных. Ухарова отреагировала нестандартно. Вместо радости ощутила страшное волнение и попросила доставить ее к супругу. Уже смеркалось так, что никто не согласился мчаться обратно. А потом выяснилось, что в тот самый момент, когда родственники спорили, Георгий Иванович упал со стола. Из-за перелома у Жора оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. Фатальное стечение обстоятельств. «Хотя врачи все-таки изначально равнодушно отнеслись к тому, что у него больное сердце. Возможно, ему нужно было пить что-нибудь для разжижения крови», – рассуждала актриса. Актер чувствовал, что покинет этот мир рано. В юности цыганка нагадала ему гибель в 55. Ухарова не сомневалась, что слова предсказательницы запали впечатлительному актеру в душу. С того юбилея у мужчины возникли проблемы с сосудами. Порой ему было тяжело передвигаться. Зловещее проклятие или совпадение, но, очутившись, в клинике Георгий Иванович заявил Татьяне, что уже пережил положенный ему срок. А 19 июля 1990 года 57-летнего Георгия Буркова не стало из-за тромбоэмболии. Вдова артиста призналась, что так и не научилась жить без него. Она продолжала играть в театре и кино, но замуж больше не вышло. Разве мог кто-то заменить возлюбленного? Порой женщине казалось, что супруг направляет ее с того света. В переломные моменты она включала телевизор и обязательно натыкалась на картины с участием Буркова. Жора на экране поворачивается и говорит какую-то фразу, как будто именно мне. И всегда, по существу, во всяком случае, его слова подсказывают, как мне поступить, резюмировала актриса. Я, кстати, никому об этом не рассказываю. Еще решат, что умом тронулась. Просто я уверена, что он по-прежнему с нами, и это осознание мне очень помогает. Заключила она. Продолжение следует...